Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами настраивать шаблон. И у нас с вами остается на главный настроить вот этот нижний блок. Давайте сразу просмотрим, какие модульные позиции, в каких точнее модульных позициях находятся данные элементы. И мы можем видеть, что это позиция футер мод 1, мод 2, мод 3, мод 4. То есть тут у нас получается 4 модуля. И давайте перейдем в админку быстрого старта. Зайдем в менеджер модулей и отсортируем футер мод 1. И я вам сразу скажу, что это у нас идет популярная статья. То есть тип материалы самочитаемые. Давайте зайдем внутрь. То есть здесь используется стандартный модуль от Joomla, который выводит самые читаемые статьи. Давайте то же самое реализуем у нас на сайте. Переходим в админку нашего рабочего сайта. Заходим в менеджер модулей. И нажимаем на кнопку создать. В списке выбираем материалы, самые читаемые. Мы с вами эти модули еще не рассматривали, поэтому сейчас рассмотрим. Заголовок так и пишем. Категории. Здесь вы можете выбрать ваши категории. Если нужно, чтобы показывали самые читаемые ваши статьи из всех категорий, оставляем по умолчанию все категории. Количество выводимых статей 5, оставляем. Избранный материал также кнопку показать оставляем. Фильтрация дат. Диапазон дат можно выбрать. И сортировка по дате создания. Отображаем. Дальше привязка пункта меню. В принципе это у нас футур и можно отображать на всех страницах. И на этом уровне давайте сохраняемся. Но я забыл выбрать позицию. Поэтому переходим сюда и выбираем футур мод 1. И сохраняемся. Обновляем страницу и видим, что наши статьи здесь выводятся. То есть человек может например увидеть, кликнуть по заголовку и перейдет внутрь выбранной статьи. И все очень просто. У нас модуль растягивается на всю ширину, потому что у нас здесь больше ничего не задано. Мы сейчас это исправим. Не забываем взять суффикс класса. Заходим в админку быстрого старта. Переходим в дополнительные параметры. И забираем отсюда blankms. Ну или от руки. Можете написать здесь. То есть в рабочем сайте. Сохраняю и закрываю. Дальше у нас идет, смотрите, футур мод 2. В админку быстрого старта. Заходим и отсортируем позицию мод 2. И это у нас tags. Популярные метки. Это тоже у нас с вами стандартный модуль Joomla. Перейдем в админку нашего рабочего сайта. В менеджер модулях. Кликнем на кнопку создать. И в самом низу выбираем популярные метки. Здесь в настройках все по-русски. Можете здесь сами выбрать. Количество меток. Период. Порядок. Показывать количество элементов. Здесь я оставляю по умолчанию все. Перевязка оставляю на всех страницах. Так. Минимальный шрифт 1. Максимальный шрифт тоже оставляю 1. Здесь подсказки. Можете почитать, что это такое. Дополнительные параметры. Тоже вставляем Blank.ms. Заголовок пишем метки. Показать заголовок оставим. Позицию выбираем. Footer Mode 2. Сохранить, закрыть. Обновляем страницу. И видим, что у нас метки выводятся. Но на сайте выводятся они по-другому. В таких вот синих прямоугольничках. Дизайн нашего шаблона. В админке нашего сайта. В дополнительных параметрах. Альтернативный макет. Выбираем облако меток. Сохранить, закрыть. Обновляем сайт. И они у нас отображаются так же. Не обращайте внимания, что они находятся в одну строку. Сейчас добавим еще модулей. И они будут так же отображаться. Я вам напоминаю, что такое метки. Когда мы с вами создавали статью. Заходим внутрь статьи. Я вам рекомендую, когда вы статью, вообще любую статью создаете. Вот здесь вот метки. Заполнять ключевыми словами данной статьи. Впоследствии они потом будут здесь самые такие популярные выводиться. И по метке можно кликнуть. И отображаться все статьи, где присутствует данное ключевое слово. Это вообще очень-очень нужная вещь. Двигаемся дальше. На сайте дальше у нас идет. Это у нас третий модуль. В админке быстрого старта я сортирую. Футер мод 3. И вот видите, вот здесь тип материалы. Новости. Это тоже стандартный мод Joomla. Материалы, новости. Видите, модуль последних новостей. Давайте выведем это на нашем сайте. На нашем сайте в менеджер модулях я создаю новый модуль. И выбираем модуль материалы, новости. Категорию оставляем все. Показывать изображение нет. Показывать заголовок да. Заголовок как ссылка да. Уровень заголовка h4 пускай будет. Показывать последний разделитель да. Ссылка подробнее нет. Количество выводимых материалов 5. Порядок по дате публикации оставляем. Дальше привязка на всех страницах. Дополнительные параметры blank ms. Так, и назовем его просто новости. Так, опять я не выбрал позицию. Выбираем. Это у нас уже третий. Footer Mode 3 да. Сохраняем, закрываем. На сайте обновляем страницу. Крутим вниз. Я извиняюсь, я ошибся. Тут у меня вывелось 5 статей. Здесь хорошо будет смотреться 2 статьи. Я сейчас заглянул в демо. Там тоже у нас 2 статьи. Вот здесь вот количество материалов. Ставим 2. Обновляю страницу. И у нас выводится 2. Вот видите новости. У нас с вами остается еще один блок. Это социальные кнопки. Сразу вам хочу сказать, что ВКонтакте здесь социальной кнопки нет. Нам для русскоязычной аудитории приоритетнее кнопка ВКонтакте. И это кнопки не лайков. Это кнопки, например, показать людям, где вы есть в социальных сетях. То есть здесь просто прописываются ссылки на ваш профиль в социальных сетях. Если он вам нужен, именно вот этот. Потому что их великое множество всевозможных вот таких модулей. Как и лайков, так и социальной сети ВКонтакте, Одноклассниками и так далее. Здесь только вот эти все иностранные можно использовать. То есть можно их менять. Например, добавить YouTube вместо Vimeo. YouTube более популярнее, чем Vimeo. Но смотрите, это мы переходим, значит, вторая кнопка и типография. Это у нас все в шаблоне в типографии. Крутим ниже. И вот социальные эти кнопочки. И вы можете прямо отсюда вот этот код взять. Я сейчас вам покажу, как его редактировать. Копировать. На наш сайт переходим. Создать. И создаем HTML-код. Назову соц. Заголовок скрою. И возьму footer mod 4. Привязка на всех. Бланк MS потом мы подключим. Я пока скопировал код. Захожу в исходный код. Вставляю. И смотрим, что мы здесь меняем. Смотрите, вот социальные сети. Вот они идут. То, что где мы можем редактировать. Вот первое, между кавычек, видите, Facebook. Когда вы вот здесь меняете класс. Например, можно попробовать поставить YouTube. То кнопка должна смениться. Далее, что вы здесь меняете. Например, вам нужен Facebook. Вы тут ничего не трогаете. Смотрите дальше. HREF. И вот вместо решетки вы ставите ссылку на свой профиль в Facebook. И аналогичное. Видите дальше. Google+, Twitter, LinkedIn, Skype и Vimeo. То есть я проставлять ничего не буду. Здесь все понятно. Я уже объяснил. И также можно добавлять новые социальные сети. Если, опять же, в коде будет прописано. Я пробовал VK. VK не работает. Кнопки такой в коде не прописано. Как добавить новый элемент. Например, вы можете вот так целиком копировать. Обязательно этот div закрывает нашу конструкцию. Вы делаете пробел. Div всегда должен в конце быть. И перед ним вставляете скопированную строчку. Вот здесь переименовываете какой-нибудь там сервис. Если, опять же, он тут есть в коде прописан. Например, подставить сюда YouTube. Давайте попробуем. Я сам не ставил, не уверен. Но YouTube должен быть. Вот, вместо Vimeo я ставлю YouTube. Ну, ссылку, понятно. Вместо решетки вставляем. Я не буду этого делать. А вот Vimeo мы удалим. Делаем ОК. И сохранить. Не забываем в дополнительные материалы вставить blankms. Сохранить, закрыть. Обновляем сайт. Нет, видите, YouTube не вставился. Либо там другой код, либо больше здесь не прописано социальных сетей. Это очень плохо. Возможно, прописано здесь в шаблоне. То есть, этот код, да, шорткод. Это все от шаблона. То есть, это все зависит от шаблона. То есть, крест ставить на этом не нужно. Вы просто не используете данный блок. Если он вам не подходит, видите, добавлять мы не можем. Новые кнопки социальных сетей. Позже покажу вам отдельные виджеты, плагины, где можно все хоть в социальные сети поставить. Или воспользоваться сторонним вообще сервисом вывода кнопок. Ну, в общем, эти кнопки понятно, как вводить. Если вам их достаточно, как редактировать их вы уже умеете. Здесь у меня из-за много описания до ссылки подробнее, блок вылазит вниз. Поэтому здесь нужно как-то смотреть. Либо делать первый текст меньше, до знака подробнее, да. Вот и все, в принципе, с этим блоком. Здесь все разобрались. Давайте быстренько я вам покажу. На главную перейду. В быстром старте, да. Вот это мы, скорее всего, отключить не можем, потому что шаблон бесплатный. Если только залезть в код и это удалить. Значит, я сейчас вам покажу вот здесь вот ваши копирайты, да, как можно повесить. Идем опять просмотр, делаем позиции модулей. Смотрим здесь позиция, называется копирайты. В рабочем сайте сразу создаете модуль. Выбирайте в модулях нижний, колонтиту, футур. И здесь вот пишите, например, все права. То есть я пишу просто наобум. Здесь вы, конечно, пишите свою какую-то информацию. Так, показать на всех обязательно. Позицию выбираем сразу. Ищем позиция. Вот она, копирайт. Давайте сохраним и на этом уровне посмотрим, как у нас здесь все вставится сейчас. Вот мы вставили, да, и у нас еще тут выводится какой-то код. Это, конечно же, неприемлемо. Нам вот эта лишняя строчка не нужна. Позже я посмотрю, как это решить. То есть я вам расскажу, как вообще лишние все ссылки здесь убрать. Они нам не нужны. Вот, поэтому вы, наверное, этим случаем не пользуетесь. Пока оставляйте это. На этом уроке все. В следующем уроке мы с вами уже поговорим о настройках шаблона. Именно внутренней настройки. Пройдемся по всем важным настроечкам, как менять цвет. Абсолютно везде можно, да, легко. И еще-еще много интересных настроек я вам расскажу. Этот шаблон очень гибкий. Мне он очень нравится самому. Несмотря на то, что он бесплатный, он достаточно функциональный. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.